Насколько ценно с точки зрения ислама национальная идентичность, национальное самосохранение? Пытается ли религия задушить хабза? Смотрите внимательно, послушайте меня. Всевышний создал человека. Это его самое ценное творение. Создал землю, заселил на него человека. Есть земля, есть человек. Есть природа, есть человек. Потом, эти люди превратились в народы. Рождаясь, размножаясь, превратились в народы и племена. И Всевышний говорит, из моих чудес, которые вы можете сегодня увидеть, это разные народы и разные языки. Если не будет языка, будет народ? Не будет. Если не будет людей, адыгов, будет народ? Не будет народ. Если адыгов с их земли родной вымести, будет народ? Не будет народа. Вы, сидящие здесь, ко всем вопрос, вы выбирали себе язык, национальность, народ, землю? Папу, папу, маму, дедушку, бабушку, вы это все сами выбирали? Я лично не выбирал. Я лично не выбирал. Это предопределенное мне от Всевышнего. И я говорю, я, раби, ты меня сделал адыгом-черкесом. Я, раби, ты мне дал адыгабзабзе. С молоком мамы я получил свой родной язык. Адыгабзе, на котором я вырос, на котором я познавал этот мир. Я, раби, это ты мне все дал. Я благодарен тебе за это. За то, что ты мне предопределил. Я не спрашиваю. Дэго, э, хорошо это или плохо. Я не спрашиваю. Потому что я знаю, что предопределенное тобою мне лучше для меня. В это время, в этом месте, в этой секунде, в этой минуте. И поэтому я, самое первое, что я должен сделать, это поблагодарить Всевышнего. На втором месте ценить это все. Я призываю всех, и кто меня снимает, и кто меня слушает, ценить все, о чем я сказал, и свой язык, и свой народ, в котором ты вырос, и свою землю, на которой ты сделал первые шаги, свою историю, ценить это все. И третье, конечно же, попытаться хоть чуть-чуть сохранить это все. Если осталась крупица, это крупица твоя. Ты ее должен сохранить. И на нас есть обязательство хранить это все. И ислам не просто призывает тебя. Говорит, с точки зрения ислама, хабзе это хорошо, хранить свой язык это хорошо, хранить там свои ценности это... Нет. Ислам говорит тебе. На тебе, человек, ваджибом лежит. Обязательство. Конечно же, обращаясь сегодня и к молящимся мусульманам, я хочу сказать, что те, кто не уважают и не ценят свой язык, свой народ, место, где он родился, свою культуру и так далее, и так далее, они выступают против Всевышнего. Как будто бы они делают претензии Всевышнему. А почему я не родился в арабской стране? Почему я не в Индии родился? Почему я не родился возле Кабы, где бы я был счастлив, жил и так далее? Тебе Всевышний предопределил, ты должен принять это, быть благодарным, хранить это и сохранить, и ценить, и так далее. И они должны, и все мы должны практически это все делать. И сегодня посмотрите на любой народ этого мира. На любой народ мира. Народы погибают тогда, когда они не ценят и не сохраняют то, что у них есть. А сегодня у нас мир такой, очень серьезный, и мы еще не до конца не осознаем, в каком миру мы живем.